с большим вниманием я веду дневники записываю что происходит ну когда вы дети это обязательно делать потому что взрослый он может уже себе это разбрасывать системой ну так как он уже тоже натренировал а дети должны вести да и взрослые каждый ведут такие дневники ежедневники тоже уже с возрастом это тем более становится актуально раньше это было обязательно так что мы начинаем уже по-другому смотреть на это все понимаете мне то есть медаль на соревнованиях это не его там это не холоднее масло в холодильнике это целый процесс вашего отношения с вашими друзьями по клубу по тренировочному процессу ваши отношения с учителем ваши отношения с родителями родители как к вам относятся ваше отношение с другими ребятами из других клубов и ты и так далее тому подобное вот тогда у нас вся картина вырисовалась теперь я хочу еще дополнить по поводу то что мы с вами сели закрыли глаза и такую маленькую медитацию провели представили все что было на тренировке есть еще три дополнения к этому мы можем закрытыми глазами визуально представить сложнее сложнее или может быть можно дополнить это все вы придете и всю тренировку вы запишите прям все как рассказ запишите всю вашу тренировку получите приз потом вы расскажите о вашей тренировке без записи просто берете рассказ ну и самое сложное мне кажется но может несложно это еще и зарисовать всю тренировку виде рисунка то есть если вы сможете все четыре вот эти вещи создавать то эффекта от тренировочных занятий он вообще увеличится потому что вы сможете это все настолько углубить себя он допустим это ты видел да вот здесь возьми и расскажи на всю тренировку сегодня сможешь вот начало до завершения растерялся а здесь не должно быть растерянности это то что мы говорили обдумываю тщательно действуй решительно во время занятия ты все это обдумывал то есть принципе тебе просто сейчас надо решительные действия сделать взять и рассказать тоже был или ты ты был но ты отсутствовал вот значит есть такое понятие еще быть но отсутствует или быть и присутствовать бывает так что дети приходят на занятия на самом деле их там нет а думает как бы вечером еще поиграть сидеть в капилу это это и так такое уникальное событие это был большой период правильно тоже я вам потом расскажу очень много приду за приду новых людей специалистов особенно еще таких возрастных которые там еле двигаются со всеми да попоролись покидали неправильно работают ноги у которых боятся падать но дело не жаль это на самом деле правильно мы сейчас стараемся подсказать как вам спокойно и правильно относиться к своим что тренировочным процессом подразумевает один фактор желание натренироваться можно больше стать сильнее правильно эту цель это значит что в совершенстве успешно будет вступить в соревнованиях вот здесь уже вы сами должны выбирать как что а то что я вам предложил посещать разные там секции это делается для того чтобы у вас был кругозор расширялся и общение как раз заповеди дзюду который написан который он постоянно говорит это неприятно потому что японская борьба куда не денешься ну вы же еще японскую совмещаете с нашей сунской сам одеваете куртки поступают очень 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 как вы мне скажите к истории нашей борьбы какой относитесь вы что-нибудь знаете кроме того есть тренер есть там чемпион какой-нибудь из вашего города который сам выиграл там чемпионат в России или там или там у меня когда портек отправляли у нас тренировали три тренирова Флора Ирина и Михаил насчет сбора да да